Безмятежность, гармония и некоторое безмолвие – все это прекрасно сочетается в работах художника Владимира Янилина. На большой выставке под названием «Будем жить», которая открылась в Доме дружбы народов Чувашии, представлено более ста полотен этого талантливого живописца. Посвящены это события столетию образования Чувашской автономной области и 30-летию творческой деятельности автора. В публике были представлены портреты, пейзажи и сюжетные композиции. В юности первым учителем будущего художника был его дядя – народный художник Чувашской республики Николай Янилин. Именно он обучил племянника азам мастерства и ввел в мир искусство. Владимир Янилина вдохновляет образы современников, судьбы людей и их непростая жизнь. Конечно, главное предназначение художника – нести в этот мир красоту, говорит автор. Красота нас окружает и стоит жить, несмотря ни на что. Все работы мои посвящены, выбраны для утверждения этих слов. И выражают красоту окружающего мира. Ту красоту, которую невозможно выразить словами, но, возможно, это то невыразимое или аффективное, которое трудно выразить слова. Можно выразить с вами в частности живописи. Не оставили посетителей равнодушными и нежные женские образы на полотна. Потребоваться ими можно почти бесконечно. Девушки, женщины, они всегда нас вдохновляют, наверное, на создание произведений, на искусство, на творчество. Не только на творчество, но и вообще на жизнь. Когда красота нас окружает, хочется творить. Хочется... В этот вечер прозвучало много хороших слов в адрес этого самобытного художника. И, разумеется, во всех работах живописцы ощущается духовная связь с Родиной. Выставку можно будет посетить до конца февраля этого года. Редактор субтитров А.Семкин